ура мы в эфире здравствуйте все кто нас слушает будет слушать в будущем примет москва москва две наташи но я наверное могу загадывать желание да здорово здорово загадывают кто будет смотреть да да обязательно все все желания у нас сбывается все кто нас смотрит всех желания сбываться кстати сейчас вот как раз майкл проводил программу на основном канале и мы разыгрывали сертификаты по 50 долларов для всех кто хочет идти учиться вот пять человек выиграла и мы поздравляем еще раз всех счастливчиков возможно они и нас увидят ну что ж наташа давай представим наташу твою подругу а наталья меркулова карьерный коуч я еще говорю коуч по предназначению по призванию вот это вот очень умное название сама скажи да я еще модератор мастер-майдов групповой коучинг это мой любимый формат вот очень групповой коучинг это классно меня тоже когда-то была группа те кто хотел худеть это было суперски но теперь я например считаю что вообще похудение как-то совершенно отошло на на другой план вообще может быть потому что мне легко это сделать самой по себе меня это не волнует поэтому и и не хочется этим заниматься потому что это все так индивидуально на самом деле самое главное желание внутри ну что ж что у нас внутри на самом деле правда вот мы подошли к самому главному что у нас внутри сейчас у кого что но вопрос вопрос был бы наверное простой если бы то что внутри не не транслировалось так сильно наружу да и не влияло бы так хотя со стороны может казаться наоборот что вот все проблемы снаружи они все это наваливается и кризисы и все что угодно эпидемии вот и какие-то информационные там новости вот эти которые расстраивают всех в общем и кажется что из-за этого становится очень печально грустно хочется залечь многим не знаю уткнуться в сериалы или в игры компьютерные да тоже то есть идти из из реальности как-то куда-то сбежать вот и получается такой немножко испорченная последовательность да что кажется что все снаружи влияет на внутреннее состояние но как я убеждена сто процентов что наоборот то есть это то что внутри все таки она начинает транслироваться и как зеркало отражаться наружу вот особенно вопрос всегда актуальный мне кажется вообще девочка интересует он чаще но внутреннее состояние девочек больше ну да да внутреннее состояние что с этим делать да то есть вот это потому что ну наверное уже признано что все таки женщины более эмоциональные существа да и вот и качает сильнее и впечатлительные все все а современность уже такая что мы не только сами эмансипированы мы еще и поддерживаем там и дети и вдохновлять хочется или нужно кто-то считает вот и как совсем с этим справиться когда бывает например там минуты не знаю слабости и можем ли мы себе это позволить вот побыть плаксой я не знаю лежать любой любой уткнуться не знаю сериал на несколько дней там или не знаю или книжку и скажем не вкладываться не вдохновляет не быть там не знаю плечом музой там еще чем-то вот можно ли так как ты считаешь я конечно считаю что всем все можно и самое главное да вот это внутреннее какое-то состояние из которого из которого в общем-то все и происходит и разрешение себе всего это ну как источник свободы что ли я на днях когда убирала было забавно я убираю я понимаю что эти книги не нужны ни мне никому больше но я не могу их выкинуть я такая стоп наташа я разрешаю тебе выкинуть книги можно все и я с таким облегчением вдохнула вот такая тоже метафора что иногда вот эти вот запрещение себе нельзя каких-то моментов не просто нельзя почему нельзя кто сказал кто так сказал я на при часто сталкиваюсь этим марита как у тебя я думаю мы сейчас пришли к тому что мы сами себя на самом деле запрещаем сами себе никто другой нам внутренний какой-то наш мы ведем внутренний диалог на самом деле с самим собой с одной стороны это нормально это хорошо и это правильно задавать себе вопрос как сейчас наташа сказала стоп наташа мы мы это делаем но если эти вопросы или эти вот пожелания которые мы себе сдаем они вот такие-то позитивные нормальные для того чтобы внутренний голос нам сказал куда двигаться дальше что ли то это вообще по моему замечательно у нас вот сейчас курс идет я я просто все время буду возвращаться к этому к этим нашим курсом потому что я во всем этом сама участвую и мне мне очень это нравится у нас группа такая собрала сейчас уже пошла на 2 просто сейчас только закончили вот буквально час назад занятия и вот они просто об этом и говорят у нас валерий иванович николенко он кстати бывший полковник эгбэ это вещь когда люди находятся находились где-то вот совсем в другом в других энергиях да но они разработались какую-то свою систему вот такую курс и теперь обучают этому другому защита своего энерго энерго информационного поля от внешних воздействий примерно такое название и вот мы учимся на самом деле самому себе задавать вопросы и получать ответы изнутри и это это просто круто ну да вопрос к себе потому что много сейчас тоже предлагается обучение или каких-то ну вот каких-то ресурсов где противопоставляется вот враждебный враждебный мир или какие-то я не знаю там заговоры там ну все что угодно но и как мне кажется тем самым еще ответственность перекладывается да вот за происходящее что вот это не это не во мне дело это вот там правительство там страна не то еще там что-то а я-то белый пушистый я вообще в белом пальто как у нас говорят принято это все остальные там постарались а когда задаются вопросы себе то не знаю очень много пунктов сразу снимается с повестки дня поэтому на самом деле приходит облегчение когда ты понимаешь это это ко мне пришло много много лет назад когда вы только началась совершенно другая жизни обучение всяким практикам духовности мне например становилось легче когда я начинала четко понимать что виновата я сама том что происходит вот просто как ух какой-то вот такой груз выходит и никого ты уже больше не обвиняешь а понимаешь что что ты сам и ты сам вообще можешь все изменить если только захочешь и найдешь какие-то инструменты я бы только слова виновата убрала сама сделала да то есть окей просто можно было да да я согласна но это такой оборот уже он такой как это кто виноват да всегда я про ну вот когда ответственность просто признаешь на признать и мне очень понравилась фраза одного из врачей у нас известные в россии что если ты это к тому чтобы чувство вины убрать что если ты считаешь что могло быть как-то по-другому не могло быть расслабься потому что весь то что ты за жизнь там бы и предыдущий там все накопил то есть это создало как раз вот эту матрицу все что у тебя там есть в жизни и на основании этого мозг очень быстро выдает реакцию мы не успеваем и даже скажем по сути и осознать осознать мы не успеваем по большому счету мы как автоматизм выдаем особенно в экстренных ситуациях ну подсознательные вот эти все истории поэтому винить себя в принципе бессмысленно то есть на всей этой базе было выбрано то решение которое было самым безопасным скорее всего вопрос другой что может быть неприятно может быть там за него там некомфортно стыдно там еще что-то да бывают вещи но так было можно и нельзя было по-другому вот и осознанность мне кажется даже в том чтобы это все увидеть принять и что-то с этим сделать то есть хочешь изменить там как там да исправить может быть как-то что-то не знаю прощение там выбросить вот но не повторять как минимум если если не нравится что получилось ну как бы не повторять не наступать на те же грабли вот но это конечно в первую очередь все равно конечно ответственности на себе это вот но у нас мне кажется уже у женщин с ответственностью принципе все хорошо по моему даже перебор чаще всего из-за себя из-за того парня из-за детей из-за вообще за все происходящее может быть в этом-то и проблема ну вот мы часто берем на себя ответственность за детей понятно там до какого-то возраста мы мы несем за них ответственность но потом как бы и хорошо бы отпустить и дать им возможность развиваться так как они хотят бывает сложно потом мне надо будет еще с этим поработать посильнее просто у меня возраст такой подходит как раз по поводу отпустить и я чувствую что практики практиками осознанность осознанностью но вот этот инстинкт вот этот мамский это конечно и особенно когда самое вот мы сегодня с наташей тоже сидели вспоминали свою юность я думаю вот я девочка отличница была такая и вот все равно вспомнишь и я как приложу что скоро моему будет столько же я думаю господи то ли лучше не знать вообще-то поле поле как то вот как как к этому еще относиться спокойно хорошо что отношения прекрасные дружеские это тоже конечно женский вопрос как с детьми выстроить отношения но даже с хорошими отношениями я хочу сказать я говорю везет тебе у тебя еще маленькая но это конечно ответственность это да как у меня например сейчас ответственность как быть другом так чтобы не скрывал так чтобы там обращался да так чтобы какие-то были темы такие что можно было обсудить все что угодно да вот отношения такие это конечно и вдохновить и естественно из дальнейшей профессии но в общем как бы женских тем мне кажется как я вас понимаю и хочу сказать что все будет обязательно хорошо потому что разные периоды в жизни наших детей в нашей жизни происходят когда мой сын был тинейджером то есть 14 15 лет он сказал ну то есть это было в школе уже на последнего предпоследний класс потому что последним он уже одумался и понял что что надо идти все-таки поступать куда-то и устраивать свою жизнь что мама конечно помогает но это не все у него были он очень амбициозный стал всегда был наверное но вот когда уже понял все то есть вот до этого он сказал что я хочу попробовать все и он попробовал все он попробовал то что нельзя он начал курить он он но он пробовал да он пробовал себя вот во всем что что мог в том возрасте но потом наступил момент и он понял что вы то что он попробовал это подходит а это не подходит и наверное я ему даже где-то за это благодарна хотя можете себе представить как это все было пережить ну наверное я где-то подсознательно тоже дала ему эту возможность потому что я не сильно-то там ругалась или гоняла когда обнаружила на балконе окурки от сигарет и там компании собирались и все прочее ну все в общем то вышло так как оно должно было выйти и у нас много там образований и у меня есть две внучки у меня есть две внучки и он сейчас часто вспоминает боже мой да мне вот сейчас только сколько тебе было вот когда тогда-то и тогда-то и вот у него вот это вот идет ассоциации он не может потому что ну у нас там с ним разница маленькая в смысле такая такая хорошая что что можно было понимать ребенка в принципе меня куда-то понесло а мы начинаем говорить о детях мы забываем про все правда кстати вот у меня вопрос выбором профессии как-то влияла ты на него или он вообще сам нет совершенно никак он просто понял что ему нравится во первых что ему нравится что он хочет зарабатывать много денег это было первое потом он понял что ему где-то нравится вот математика и статистика и он пошел вот финансы и ему нравится анализировать и вот где-то в этой области поэтому там и было и ну в общем много всего было но в то же время он еще решил когда делал мбей мастер мастер в бизнесе да он поступил в университет в котором была программа русская то есть он был в москве учился в москве целое лето и приехал домой ну ребенок разговаривал на русском на английском все время потому что на русском вообще в принципе не хотелось он все понимал но но говорить на русском не хотелось и тут он приезжает из москвы и и начал мне делать замечание что я говорю не на чисто русском языке но это продолжалось недолго что нужно язык должен быть чистым это я просто спрашиваю потому что я столкнулась с тем как это математики против гуманитариев и я себя сознательно останавливала когда понимала что я начинаю навязывать свою точку зрения очень обоснованно очень по-дружески как я умею но я себя ловила на том что ну и надо отдать должное что сын у меня он говорил алё стоп это ты а я старый и все и вот это вот конечно вовремя остановиться объясню почему то есть когда мы проходили тоже тестирование вот эти все и когда и то и то получается то есть и там и там способности и там и там например пятерки это ну да хорошие оценки но когда вот услышать когда ребенок говорит что да и то и то понимаю но больше нравится вот это и вот здесь вот вовремя заткнуться и сказать что нравится иди и даже если и даже если не получится ну значит потом пойдешь еще куда то да то есть вот как то вот позву позволить тоже разрешить позволить и быть разным ошибаться и и может и не ошибаться естественно да то есть на самом деле ошибаться это тоже хорошо потому что это если это их путь это их ошибки они всегда их могут исправить в принципе это даже не ошибки это просто практика какая-то определенная она всегда пригодится она никуда не денется ну да да я сейчас например помню как я пыталась там придавить и понимаю что не получилось и сейчас смотрю слава богу потому что сколько радости выставляет то чем он сейчас занимается хотя он еще не работает еще учится но то направление и я думаю ведь я могла бы могла бы и да дети по-моему уже другие но мне кажется это другая что раз примерно в 10 лет хочется поменять и профессию и сфер и это становится нормальной практикой да то есть уже люди понимают что это возможно и это не страшно и можно выбрать профессию и потом снова выбрать новую и это в общем то уже входит в норму и конечно это я помню у меня мама я очень поздний ребенок у меня мама как бы в возрасте уже была и она проработала больше 30 лет на одном предприятии то есть вот она там инженер и она представляете 30 лет и было сокращение в свое время там когда кризис у нас был очередной сокращали всех и вот она попала под это сокращение и я помню как она рыдала я честно говоря думала что у нас кто-то умер в семье потому что это это была депрессия она рыдала несколько часов я не могла вообще добиться что произошло оказывается она получила вот это вот сокращение уведомления и я искренне выдохнула господи да какая я для нее это была трагедия и это была трагедия и когда уже я работала и когда ну то есть я уже в москве была и мы когда созванивались все дела слушай я работу поменяла там или мне предложили там еще работу и она так переживала мне кажется я так не переживала реально как же как ты же поменяешь это же а вдруг и вот вот этот страх он такое чувство что прям аж там сидел ну поколение другое было да мы уже полегче к этому относимся а сейчас те кто еще моложе мне кажется вот это расскажи про тенденции да да наташа расскажи пожалуйста да сейчас есть такая статистика что мне два факта нравятся да первый что смена профессии занимает от полугода до двух лет это с учетом обучения полная смена полная смена да полная смена профессии деятельности сферы вот всего и это это для меня это очень вдохновляющий факт что такая свобода в общем то есть у нас у всех что мы можем быстро что-то поменять если нам хочется если мы чувствуем что мы ну поменяли поменяли ценности какие-то хочется да просто интересно я не знаю да причина может быть любой на самом деле вот и это первый вдохновляющий факт а второй факт что сейчас есть примерно сорок пять тысяч разных профессий и это тоже для меня показатель свободы что можно быть кем угодно и этот стишок советский помнишь мамы всякие нужны могут стать не важны вот классный стишок я не очень люблю стихи эпохи но вот этот он очень такой вдохновляющий ну конечно то есть во первых во первых можно не ограничиваться возрастом да как у нас например было раньше очное обучение возможно было по моему до 35 лет поступать только соответственно все после 35 только платно только там в определенные все вузы брали там еще что-то и на работу когда устраивались люди там там до 35 38 ну как-то вот как-то вот тоже старались вот а сейчас ты понимаешь во первых вот эти рамки уже совсем не так жесткие их вообще нету почти практически ну может быть на производстве где-то или в каких-то компаниях но сам если вот да там ты можешь делать все что угодно да и вот этот момент ты можешь я не знаю там в 50 чем-то лет там да в 60 во сколько не знаю в 70 за там полгода но за год приобрести новую специальность да у меня есть классная иллюстрация история моя мама вышла на пенсию она работала в полиции в информационном центре то есть она вышла в хорошем звании на пенсию то есть такая серьезная женщина и она это совпало еще с рождением моей дочки она с удовольствием год или два даже была бабушкой то есть она прямо говорила я сейчас работаю бабушкой и когда она работала бабушкой на вопросы а что же ты хочешь она говорит я хочу быть флористом и это была как будто такая шутка но моя мама сейчас работает флористом и она научилась и получила все навыки просто смотря ролики в ютубе и она сейчас делает букеты такие красивые она действительно работает флористом вот но правда у нее было вот это ограничение в голове что нужно сначала до пенсии доработать вот то есть сначала пенсия потом то что я хочу вот но да и в 50 и 60 можно освоить и быть с кем угодно это да замечательно да ну а что же сейчас какие тенденции кто обращается Наташа к тебе кто хочет работать по призванию какие у них вопросы задачи как это все происходит я верю в то что мы притягиваем тех клиентов которые мы ну близки нам по духу и ко мне обращаются люди которые много умеют могут адаптироваться практически в любой среде и с одной стороны это такое преимущество это такая суперспособность когда ты можешь быть кем угодно а с другой стороны это тонкий момент почувствовать внутри а что ты хочешь на самом деле и вот ко мне как раз обращаются такие люди возраст плюс 30 да когда вдруг возникает вопрос а я могу получать удовольствие от жизни могу ли я совместить деньги и радость и вот ко мне в основном приходят такие люди и я так им рада я так счастлива и я каждый раз когда слышу это говорю все с тобой нормально да да это закономерно это вообще отлично что ты пришел и что у тебя такой вопрос в голове возник ну это про позволение да опять же да про позволение а скажи пожалуйста а ты как-то определяешь в чем в чем этого человека призвание или он сам об этом знает или просто потому как он чувствует то есть никаких инструментов других ты не используешь он сам находит ответ на этот вопрос я помогаю я расставляю знаете такие флажки я понимаю да проходя эти флажки эти точки обращая внимание на себя на свои ну на себя да то есть знакомясь с собой человек находит ответ на этот вопрос да вот опять же мы возвращаемся к тому что мы наверное недостаточно хорошо себя знаем в принципе да мы думаем на самом деле это настолько отличается как мы видим себя и как нас видят со стороны вы замечали это да и чаще всего люди думают о себе не так уж не так уж хорошо как бы себя немножко принижают ну есть наверное такие которые занимаются этим ну или те кто действительно с рождения пришли к этому может быть у них вот просто они такие что они себя любят и ценят во всех отношениях но основная масса наверное где-то себя наверное внутри гнебет гнедет да принижает и это на самом деле не так не так просто ну да накладывается еще накладывается же еще вот этот план который ну в семье выстроился да то есть что как мне говорили с полной любовью да я там единственный ребенок и долгожданный и все то есть и вот от чистого от чистого сердца из всей любви мне говорили что сначала ты должна хорошо закончить школу лучше отлично потом значит ты поступишь в институт то есть ты хорошо закончишь это позволит тебе поступить там хороший институт потом тебя возьмут на хорошую работу если ты будешь хорошо учиться в институте тебя возьмут на хорошую работу и когда меня брали на хорошей работе все лучше и лучше там когда уже на достаточно высокие должности заполняешь анкету там есть такой пункт как вы видите себя ну может быть сейчас уже везде есть как вы видите себя через год через три через пять И в некоторых анкетах были варианты ответов, ладно, там, когда сам писал, но был вариант ответов один – собственный бизнес. И я думаю, кто вообще ставит тут галочку? Ну, то есть как вообще можно в нашей стране поставить здесь галочку, какой самоубийцем надо быть, чтобы вот это вот написать? Ну, еще и, например, в анкете работодателю, да, когда ты идешь в найм, ты, значит, будешь сам себе петлю набрасывать, писать собственный. Я просто помню себя, что у меня даже мысли не было. То есть я вот как вроде умная девочка, да, но я шла в школу, возьмут в хороший институт, возьмут на хорошую работу. И вот это собственное плавание какое-то у меня даже в мыслях не было. И поэтому, когда там, естественно, в 30 с небольшим лет у меня встал этот вопрос, у меня тоже был вопрос, может, я ненормальная? Ну, как бы посыл уже есть, как это, уже революционная ситуация, что я уже не могу в офисе, но... Не могу по-старому. Не могу по-старому, а по-новому, а можно ли мне по-новому вообще? А как вот, да, это было, конечно, и страшно, и все, и я понимаю, что, я извиняюсь, ну, как бы только, наверное, карьерных коучей вообще еще у нас не было. Вот насколько я понимаю, там это где-то вот... Я думаю, понятие коуч вообще появилось относительно недавно, это все пришлось больше с запада, да, потому что, да, тут у нас... К стихологу таким ты не пойдешь, просто, извините, я тут работу хочу поменять вообще полностью, мне как-то, меня перестало устраивать моя высокооплачиваемая прекрасная работа, да? Это, кстати, мне кажется, женская история, потому что вот это, если про себя, да, я немного расскажу, например, меня сильно повернуло рождение дочери, да, я тоже вот этот синдром отличницы, нужно там вот 10 книг по психологии, по воспитанию ребенка, я их все проштудировала, и единственную мысль оттуда, самую главную вынесла для себя, что, ну, дайте ребенку вообще жить, вот просто не мешайте. И, получается, я смотрю, значит, я даю своему ребенку жить из парадигмы, что ей все можно, она изучает мир, и я вдруг в какой-то момент так, стоп, ей все можно, может быть, и мне все можно. Может, просто чуть побольше хотя бы, чем сейчас. Да, и мне кажется, у женщин вот такие парадигмы жизни, она вот меняется с рождением ребенка, ну, то есть, вот, ну, все равно у нас ценности переключаются, то есть, у нас все-таки, ну, я не знаю, может быть, вы, конечно, скажете, что я не права, что это не совсем женская история, но, ну, вот, как-то... Нет, то, что это влияет, это безусловно, безусловно. Но у меня, например, фактор наличия ребенка, во-первых, ребенок у меня уже был старше, и уже там был детский сад, и уже туда к школе шло, но это был рычаг давления со стороны окружения, мне, наоборот, как бы запретительный, из разряда, если бы ты была одна, делай, что хочешь, но у тебя есть ребенок, типа, тебе надо, вот у тебя есть работа, вот ходи туда и не жужжи, да, то есть пока у тебя есть... Радуйся тому, что есть, и это, конечно, у меня был такой, как бы, сдерживающий, ну, как сдерживающий, такой фактор, конечно. То есть, Наташа, ты хочешь сказать, что ты в каком-то определенном, на какой-то определенной позиции, в определенном возрасте вдруг почувствовала, что тебе не хочется ходить на работу, ты можешь делать что-то гораздо лучшее, то, что нравится тебе, и ушла ты с работы? Да. Или тебя попросили? Ушла сама? Я ушла сама, меня крутили около виска, мне говорили, что мне нужно лечиться, и что, ну, то есть, и подумай о ребенке, и у меня даже есть, там, пару друзей, которые перестали общаться, видимо, испугавшись, что я могу там дурно повлиять на вторую половину, да, вот, в семьях, ну, то есть, конечно, потом это все вернулось, то есть, когда прошло, там, три года, пять лет, и когда я все еще нормальная, у ребенка, да, как бы деньги есть, и как-то еще позволяю себе, там, не знаю, спать до обеда, если мне это надо, да, то есть, как бы вести себя как мне хочется, вот только тогда, спустя пять лет, мне сказали, ну, ты, конечно, мы тебе завидуем, да, но эти первые, там, год и два, конечно, я получила много в свой адрес, и от родственников, и от знакомых, и от всего, то есть, не все поддерживали этот момент, но у меня прям вот был момент, когда я сказала, что я не хочу потом, не знаю, лечиться, то есть, если я не поменяю, я чувствую, что я, не знаю, я болеть начну, то есть, я точно понимала, что я не буду работать, сидеть в офисе, дальше продолжать, и, соответственно, я оттуда как могу уйти, если по-хорошему не уйдешь, да, то, скорее всего, по-другому, поэтому так вот я подстерила салонки, но я же, когда работала, я еще училась, то есть, получается, что я училась, набиралась другими. Готовилась, ты готовилась, да. Я не знала, что я готовлюсь уходить, правда, мне было просто интересно, это было отдушина, да, то есть, офис, это, мне очень нравилась эта сфера, она мне до сих пор нравится, она мне до сих пор сейчас интересна, сфера ценных бумаг, потому что я в этой сфере работала, я из нее уходила, но поскольку, то есть, в том виде, в котором это было, ну, в офисной, да, в среде, в компании, то есть, это уже, ну, дошло до определенного момента, когда это было, ну, не то, что я хотела, и получается, что я ушла в другую сферу, в психологию, вот в это тоже все, психология, коучинг, да, в какой-то степени эзотерика это была, да, и тем более дико это звучало для окружения моего, да, когда-то там, не знаю, логик, математик, там, финансист, и ты тут начинаешь говорить про какие-то там, тетахилинг и еще прочие вещи, вот, тогда это вообще еще только начиналось в России, это сейчас уже модно стало, а тогда это было просто никому не говори, не позорься, да, то есть, ну, вот, в общем, это было очень интересно, и вот это про позволение себе, это, конечно, там приходилось не только позволить себе, а еще отстоять это дело, сейчас, сейчас, конечно, с этим проще, по-моему, немножечко, то есть, что-то уже как-то... Индивидуально. Индивидуально, да, 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 может быть, просто окружение такое, да, подтягивается, которым это нормально, вот, а сталкиваешься еще, конечно, с теми, кому страшно, вот, причем сейчас я понимаю, что если бы, если бы, например, мне бы захотелось, стало интересно пойти в офис на какую-то позицию, то это вообще другая была бы история, то есть, это бы не было вот какое-то страдание еще, то есть, я понимаю, что зависит вот то, что мы говорили, от состояния. Когда у тебя нужное, правильное состояние, то все окружающее подстраивается под тебя. Ну вот, и не знаю, там, мне кажется, уже нет повода страдать, честно говоря. На самом деле, огромное количество людей, я думаю, что во всех странах это не зависит вообще от страны никак, работает в офисах и мучается, и приходят и жалуются на своих боссов, и говорят, что они не могут их выдержать, потому что это просто вообще... А боссы жалуются на подчиненных, которые без толсты ничего не умеют. Это прям, ну, вообще-то классика. Да, классика жанра. Дружно ненавидят руководителя, который ненавидит всех остальных, ну, в общем... Ну, на самом деле, вот я встречала людей, которые действительно жаловались, а потом, когда они начинали, вот что-то внутри менялось, они начинали понимать, что, ну, раз ты не уходишь никуда, продолжаешь работать, так неси любовь, посылай любовь, и тому боссу, и своим соратникам, сотрудникам, и вообще всем, и будет меняться обстановка в офисе. Тоже, то есть можно все поменять. Там вплоть до того, что начинаются перестановки, переводят там какого-то, если уж с боссом не получилось это урегулировать, то его куда-нибудь переводят, не знаю, на повышение, куда-то мимо вообще, то есть настолько приходят люди, которые близкие, и это, ну, это очень интересно. Я помню, у меня был опыт уже, когда я была в вольном полете, да, получается, я, когда финансовая сфера пытается мне все равно догнать периодически, и там как-то я пыталась вернуться на такой полусвободный режим, не то что пыталась, ради интереса, то есть пригласили. И я помню, я иду в офисе в большом красивом здании, много столов, люди в костюмах, и я смотрю, знаете, как фильм про это. И у меня вопрос крутится, вы что такие серьезные все? Почему у вас такие нахмуренные лица у всех? Причем, ну, то есть это было, это вообще вот другой взгляд. Я смотрела, не погружаясь вот в это все, в эту суету, в эту беготню, как они там ругаются, кто-то кого-то там пытается оттеснить. И, в общем, не понравилась мне эта история, я оттуда ушла. Но, в общем, я к тому, что картинка, я понимала, что я в другом состоянии пришла. И там, не знаю, 10 лет назад, там 15 лет назад, я бы, наверное, точно так же бегала с серьезным видом, хваталась за голову, как же там, ну, переживала бы на этот счет. Но, в общем, я думаю, всему свое время, и вот это позволит себе менять вообще опыт, это, конечно, очень круто. Ну, я понимаю, что, например, мама моя бы такого бы себе не позволила точно, потому что вот это же нестабильность, ну, получается, возможность резких изменений, принятие того, что все может поменяться, это же нестабильность. Одна из ценностей того поколения, это точно было стабильно. Закончил институт, тебя распределили, у тебя есть работа, все расписано, что там записались на машину, на квартиру, там стенку, там как-то все рассказывали мне. Вот, и все было расписано. На самом деле сейчас, в наше нынешнее время, самая большая стабильность – это нестабильность. Да. Потому что все, что нас ждет, это полная вообще нестабильность. Я просто в этом, на все началось уже, и оно будет продолжаться. То есть мы должны быть готовы к тому, что мы в любой момент должны и будем менять жизнь, и обстановку, и все остальное. И для того, чтобы нам было легче это сделать, вот просто надо готовить к себе, к тому, что изменения просто будут на каждом шагу. Ну, это да. Это не так просто, но если мы научимся это делать, то нам будет просто легче. Ну, получается, выбор – либо бороться, либо принимать. Принимать, да. Да, и бороться, конечно, отнимает кучу энергии, ну, отнимает все борьбы. Это здоровье отнимает, нервы, все, все, конечно. Все болезни от нервов, а борьба – это настолько энергозатратный. А еще, если я помнится раньше, когда борец такой, тот, ну, прям знаю, о чем говорят, еще когда ты борешься, еще, например, делаешь вид, что все хорошо. Вот есть еще, знаете, кто-то борется активно, там, ругаясь, протестуя, там, еще что-то, а кто-то борется, пытаясь контролировать или как-то изменить это и еще держать вот это вот покер-фейс, что все прекрасно. И вот эти все вещи, это, ну, конечно, я в какой-то момент перестала, потому что я поняла, что это просто уничтожает вообще всю силу, собственно, все, вообще всю энергию, и ты остаешься выжатый лимон. И, собственно, ради чего? Да, то есть вот вопрос, а зачем вот это все? Вот это борьба. И причем она оказывается бессмысленная, она бесполезная. То есть там бороться с ветряными мельницами, получается, против изменений, ну, все равно не попрешь. А если еще смотреть, что изменения-то приходят какие, да, что ты хочешь, да, к чему ты готов, у тебя вот реальность отражает, начинает изменения твои отражать. Вот, поэтому... Ну что ж, я думаю, что мы замечательно говорили просто о сложном или сложно о простом, я даже не знаю, уже запуталась, но это все не важно. Главное, что мы немного пообщались и раскрыли наши сердца для наших слушателей немножко и поделились своим, может быть, даже где-то накипевшим. А как ты бы сказала, главная идея сегодняшняя какая была? Если подытожить, то как? Ну, наверное, разрешение себе всего, вот всего. На самом деле, разрешить себе быть. Да. Разрешить себе быть – это быть, жить, вот сегодня и сейчас, но в то же время быть способным поменять в любой момент все, что нужно. Да. В каждый момент времени, понимая, что сейчас так, я разрешаю себе быть, вполне возможно, что все поменяется, и я, может быть, по-другому себя буду вести и чувствовать, и что это все, и что это можно. Вот у меня тоже такое, что позволять себе, ну, как это, с минимальным вредом для окружающих. Соблюдая кодексы. Спасибо, девчонки. Ой, спасибо большое. Спасибо. Пока, пока. До новых встреч всем. До новых встреч. Пока. Всем хорошего настроения и желаем всем быть... Да. Пока.